Субтитры создавал DimaTorzok Здравствуйте, представьтесь пожалуйста. Я Грызова Яворская, Ирина Владимировна. Ирина Владимировна, вспомните предвоенные годы. Было ли ощущение в стране надвигающейся войны? Нет, как-то мы еще детьми были, ведь мне к началу войны, мне шел 14-й год всего. Мне еще даже 14-й не исполнилось к началу войны. Поэтому мы жили беззаботной своей жизнью, интересной жизнью, пионерской жизнью, надо сказать. Мы не ощущали, конечно, о начале войны мы услышали из черных огромных репродукторов, которые были укреплены по улицам на столбах, потому что собиралось очень много народу, и все, затаив дыхание, слышали это страшное слово «война». То есть вы тогда услышали первый раз? Да. От родителей не было такого, что... Нет, нет, нет. Просто обсуждение. Ну, видите ли, у меня родители – это работники искусства, театра. Так что они политикой не занимались, к этому политике отношения не имели. А вы сами слышали речь Молотова, да, 22-го числа? Да, да. И какое на вас впечатление произвело? Ну, ну, какое на ребенка может... Ну, просто страшно стало. Просто стало страшно. А расскажите о том, как и когда вы были призваны в действующую армию. Я не была призвана. Дело в том, что 28-го июня 42-го года в город вошли фашистские танки. А что за город? Воронеж. Отец уже в ополчении был призван, уехал на фронт. Мы его проводили в октябре 41-го. У мамы была маленькая сестренка на руках, годовалая. Ну, вот. И когда вошли фашистские танки, мы в это время уже не жили в квартирах. Мы жили только в подвалах, потому что шли ковровые бомбежки. Вот просто ковровые. Вы знаете, что такое? Каруселью бомбят фокевольфы. Это самолет с высоты снижается вот так. Потом делает вот такой выверт. В это время он сбрасывает бомбы. Он поднимается, а вслед за ним точно таким же маневром идет второй. И то же самое повторяет этот же маневр. Сбрасывает бомбы и опять уходит наверх. И вот так вот карусели, сменяя друг друга, бомбят. Город горел, город был разрушен. И мы в старой части города Воронежа жили, поэтому там старые такие капитальные дома и капитальные подвалы. Вот в этих подвалах мы жили. А в конце сентября по подвалам пошли жандармы немецкие. У них рогатые каски, вот такие рожки на касках. И вот такая медная бляшка на цепочке с собаками. Нас всех, жителей всех, невзирая какой возраст, выгнали на улицы, выстроили колоннами. И почти два месяца мы шли пешком в Курскую область, в город Фатеж. Там был трудовой концлагерь. Там мы работали на ремонте шоссейных дорог. Жандармы мобилизовывали крестьян из соседних сел. Они на подводах подвозили щебень, откуда-то из карьеров брали. А у нас у каждого был вот такой деревянный чурбан, и поперёк прибитая вот так ручка. И вот целый день совковой лопатой засыпали там, где неровности дороги были. А мы, значит, вот так утрамбовывали. И стоило вот только вот так поднять голову, куда-то обернуться, сейчас же плеть насмотрщика прилетала по спине. Длинная, длинная у него плеть. Жик! С таким звуком. И поперёк спины. А когда пришла зима, с 1942 на 1943, как раз в это время шли сталинградские события. И, видимо, они здорово отразились на психологии, на состоянии армии. Мы уже работали на расчистке железных дорог, и эшелоны шли к югу немецкие эшелоны, туда, к Сталинграду шли. Они уже, так это, знаете, засуетились, и не очень так это стали зверствовать, как раньше. А в феврале пришли наши, освободили город, освободили концлагерь. И тогда мы на семейном совете, а ведь в этом концлагере, были и мама, и мамина сестра, и бабушка. Моя бабушка, которая пела в Воронежском народном хоре, она солисткой была в Воронежском народном хоре, она умерла в этом концлагере. А две мои тети со стороны отца, тоже в этом концлагере были, двоюродные браты и двоюродная сестра, они попали в первый эшелон и были угнаны на работу в Германию. Первый эшелон ушел. И готовились списки второго эшелона. Должен был еще эшелон. И я, видимо, попала была в второй эшелон. В это время мне уже шел 15-й год, мне уже, я так, крепкая девчонка была. Пришли наши, и мы на семейном совете решили, что я должна как можно подальше уйти от этого страшного места. И я пошла по расположению воинских частей. Мы придумали легенду, что я потерялась, что у меня нет никого, что я совершенно одна, ну, чтобы меня не гнали. И я увидела на одной из ворот избы белый флаг с красным крестом. Я сразу решила, что это медицинская часть. Зашла, рассказала свою легенду, а я хорошая актриса была. Я поплакала, конечно, так это с надрывом эту историю рассказала. Меня накормили. Я первый раз за такое время съела кусок настоящего хлеба. Это было что-то, вы знаете, никакой шоколад, никакой мармелад. Ничто не может сравниться с этим куском настоящего хлеба. Потом меня спросили, а ты что умеешь делать? Я говорю, я все умею делать. Ну, сказали, вот в этой хате будет аптека, ты пойди, приведи ее там в порядок. Ну, боже мой, а соловей, когда сыт, он что делает? Он поет. Ну, от радости я, конечно, залезла мыть окна в этой хате и во всю глотку начала петь. А репертуар, надо сказать, у меня был обширный, потому что я с бабушкой ходила на репетиции русского народного хора. Потом я в театре знала все опереточные оперные арии, современные песни. Ну, собрались медперсонал, собрались ходячие раненые. А эту песню знаешь? Знаю, спой, спела. А эту знаешь? Знаю. Ой, спела. А эту знаешь? Знаю. Ну, в общем, целый концерт был. И потом, вы знаете, я была очень шустрая, подвижная. Я занималась спортом перед войной. Пойди туда бегом, принеси вот это бегом, позови вот этого бегом. Исполнительная такая. И в медсамбаде решили, что в детдом такой бриллиант отправлять не стоит. А тут как раз на моё счастье организовывались примет самбаде курсы санинструкторов. И меня определили на эти курсы. Таким образом, меня легализовали. Три месяца пролетели очень быстро, незаметно курсы. Я закончила, приняла воинскую притягу и стала полноправным солдатом. И по окончании курсов я была направлена в 109-й полк санинструктором 2-го батальона. И как раз уже моё прибытие в полк совпало с началом Курской битвы. Поэтому своё самое серьёзное боевое крещение я получила на Курской дуге, на Северном фасе, в районе Дмитров-Орловский, Слуцк, вот в этом районе. А вот расскажите подробнее вот об этой битве, о Курской. Вы знаете, наверное, вот ветераны, с которыми вам приходится беседовать, вам рассказывают обычно вот эти события прозой. А я вам расскажу стихами. И написано это стихотворение именно вот тогда, в июле 43-го года написано оно. Вы знаете, когда шло вот это танковое сражение, а это в районе Пон-Ри, станции Пон-Ри, страшное танковое сражение. Конечно, там было и не до стихов, и не до чего. Но когда бой уже затих, когда войска наши двинулись вперед, и мы тоже двинулись вперед, мы как раз пошли вот как раз по этому полю, где происходило вот это танковое сражение. И вот это впечатление у меня, вот я выразила в этом своем стихотворении, я его так и назвала, «После боя». Вчера здесь бой кипел, упорный и жестокий, а нынче непривычной тишиной объято поле битвы. Лишь далекий гремит еще незавершенный бой, а под ногами дышит, осыпаясь, солдатской кровью поле, это сто крат земля, которые прижимались, чтоб сил добраться для атак. Здесь не найти ни метра, ни клочочка, земли, чтоб не изрытая была, везде воронки, огневые точки, траншей и дзотов череда. Дымятся танков черные громады, вдруг подавились грохотом своим, и хищный ствол, вчера дышавший жаром, уткнулся в эту землю недвижим. А на пригорке, где стояла батарея, ряд холмиков из перекопанной земли, там сгорбились и скорбно онемели могилы тех, кто в этой битве полепли. Земля, земля, будь пухом для героев, прими в объятия своих сынов, они здесь умирали гордо стоя, не дрогнули под натиском врагов. Земля, земля, ты сотням поколений, кормилицей и матерью была. Извините, и пахарь Рудаков тебя лелеет, ты все для жизни человечеству дала. А нынче, от нашествия фашистов защищая, мы встали грудью жизни не щадя. Земля, земля, такая нам родная, чтобы в битвах отстоять тебя. Вот это июль 43-го. А дальше наш путь лежал к границам Белоруссии и в Днепр. Но не сразу. Перед тем, как выйти над Днепр, такие были жестокие бои, вы себе не представляете. Настолько упорно защищались фашисты, такие там у них оборонительные сооружения уже были. И само форсирование Днепра тоже проходило. Очень, очень тяжело. Скажите несколько ярких каких-то вот событий таких. «Ночь перед боем». Я опять вам буду рассказывать стихами. Вы не против? Я не против, только за. Мне очень нравится. Вот он Днепр передо мной. Сколько песен спето о тебе, как широк бываешь ты весною, как красив на утренней заре. Ночь пришла. И тихо, осторожно плещется вдоль берега волна, и представить просто невозможно, что вот здесь сейчас идет война. Этот час в затише и прохлады хочется остановить меня навсегда, чтобы не взрывали здесь снаряды, бомбы не летели бы сюда и не обогряли кровью алой землю милой ее сыны, чтобы в чистом небе солнце стало. Не было пожарищей и войны. Выстрел. И взвелась ракета. Пулемет проснулся где-то. Автомат застрекотал и цветное нанизал. Ожерели огнем. И внезапно все кругом вновь затихло. Побружен край передний в чуткий сон. Месяц светит, тих и кроток, днепр шуршит и плечется волной. А солдатский отдых так короток, и с рассвета снова будет боль. Очень красиво стихо. Это октябрь 43-го года. Это тогда было написано. Есть у меня стихотворение, уже написанное после войны, воспоминания о битве за Днепр. Но оно большое. У нас времени много. Поэтому мы его пропустим. Ирина Владимировна, вот мы знаем, что советские солдаты на фронте проявляли массовый героизм. А что для фронтовиков было источником этого мужества? Сознание того, что мы защищаем свою землю, свою родину, свои дома, своих родных, своих близких. Потому что это не была война захватническая. Это была именно отечественная война, освободительная. И вот это сознание, что мы сражаемся за свою землю, за своих родных и близких, вот оно рождало вот этот героизм, массовый героизм. А знаете, когда именно локоть к локтям с товарищем, совсем по-другому себя чувствуешь. Конечно, вот это здесь и проявилось массовый героизм. Ирина Владимировна, расскажите, пожалуйста, о своих наградах. За что вы их получили и какая для вас наиболее дорога? Ну, самая дорогая, конечно. Вот это моя первая награда. «Медаль за отвагу». Это мы уже вошли в пределы Белоруссии. Там страшные болотистые места, вот где мы шли. Мелкие речушки, речки, какие-то болота и леса. Леса, леса. И каким-то образом получилось так, что часть нашей дивизии попала в окружение, в том числе и наш полк. А у меня в землянке девять тяжело раненых, которых не успели вывезти, потому что вывозили раненых с переднего края только ночью, под покровом темноты, приезжали повозки, где-то они останавливались подальше, шли санитары с носилками с этим, с повозок. И мы грузили и перетаскивали, укладывали на повозки, и их увозили в медсамбат. Но только ночью. А этот, ну, по боевым действиям, видимо, там танковые были атаки, не смогли, не приехали, не вывезли. И я с ними одна. Вот. И как-то вот, знаете, нужно было срочно принимать какое-то решение, иначе их бы просто перестреляли фашисты, и все, и меня в том числе. И вы знаете, как раз под покровом ночи, ночь пришла. Я пробралась вот по этим, лесистым местам, по болотам, я пробралась в ближайшее село, белорусское село. Подняла мужиков, уговорила. Они запрягли три подводы, подъехали поближе, помогли мне перетащить, уложить раненых, их было девять человек. И только им, известными тропами, потому что они местные, они белорусы и местные, они знали все тропы, они помогли вывести все девять этих раненых к нашим. И я вышла, в том числе. Ну вот, за это я получила вот эту свою первую, так, самую дорогую награду за отвагу. А вторая у меня тоже, самая солдатская у меня награда, я же солдат, за боевые заслуги. Это в конце 44-го года уже в Польше. Опять плацдарм. Меня везет найти плацдарм, потому что наша дивизия столько рек форсировала. И Десну, и Сош, и Днепр, и Вислый, и Одер, и Березину. В общем, счет я уже потеряла, сколько наша дивизия форсировала рек. Ну вот, опять плацдарм. На сей раз Наревский. Почему Наревский? Потому что река, вот посмотрите, на карте есть она, река Нарев. Нашли там, в Польше? Там Нарев есть такая река. Вот Наревский плацдарм. Вот на этом Наревском плацдарме у нас погиб почтальон штаба дивизии Шурик. А надо вам сказать, что комиссар нашей дивизии, покойный Смирнов, Александр Макарыч, очень хорошо меня знал, потому что я участвовала в дивизионной самодеятельности, в перерывах между тубаями, мы давали концерты, я все время пела. Он хорошо меня знал. И получилось так, что я сопровождала раненых с плацдарма на правый берег, сдала их в медсамбат и зашла к девчонкам поболтать в медсамбат. Мне уж очень было, на почту зашла поболтать, потому что мне уж очень скучно было. Я в батальоне была одна девчонка, у нас девочек больше не было. Они обрадовались, что я зашла на почту, там Тоня у меня подружка была. Ты, говорит, сейчас обратно пойдешь туда, на ту сторону реки? Да, я говорю, пока темно, я пойду обратно. Слушай, Шурик погиб. Ты, может быть, занесешь там дивизию почту? Я говорю, ну давайте. Они мне уложили в обыкновенный вещмешок, почту. Я делала весь мешок и отправилась. Ну, благополучно добралась до штаба дивизии. Я знала расположение штаба дивизии, потому что мы с концертами бывали уже, мы на этом плацдарме долго были. Захожу, а начальника штаба нет, а сидит Александр Макарович Смирнов, вот этот комиссар. Он на меня посмотрел, я докладываю, что оставила почту. Он говорит, почему ты, а где Шурик? Шурик погиб. Он так на меня посмотрел, говорит, ну, девчонка, ты шустрая, теперь ты будешь почтальоном. В полк не ходи, я туда позвоню. А что, солдаты есть? Все, там приказы не обсуждаются. Так в конце 44-го года я стала почтальоном. И вот на этом плацдарме, если у нас время есть, тогда я прочту, как я доставляла почту на плацдарм. Написала я это стихотворение уже после войны, но это я назвала так, сквозь сту смертей. Рассказ фронтового почтальона. Уходит день, и словно золи, залитая кровью, повисло солнце низко над рекою. Багрянец, расплескав вокруг, окрасила в него и лес, и лух. А память, как лучей далеких свет, картиной возвращает мне военных лет. То было много лет назад. Вот так же полыхал закат. И каждый вечер в этот час с него я не сводила глаз. В природу я не видела красот. Я торопила вечера приход. Лишь только наступала темнота, по балкам обгоревшего моста Занарев пробиралась на плацдаром к солдатам, что не замечая ран, который день уже и как сражались против бешеных атак. Мы были в Польше. Вот уж позади просторы родины свободной, впереди земля народов-братьев, а за ней там логово фашистских палачей. Четвертый год войны, но злобно огрызаясь, враг отступал и все-таки цепляясь, на каждом рубеже обставал стеной. Шли тяжкие бои, за боем бой. Вот перед нами Нарев, а вокруг лес встал стеной солдатский друг, а дальше луг, река, а за рекой высокий правый берег горбился горой. И там, цепляясь на полоске узкой южнее города Пултусска, там был плацдарм. И каждый день, лишь только вечера спускалась тень, хоть сто смертей бы встала на пути, а я должна была туда идти. Привычно, лямки вскинув на плечо, подправив, подтянув еще, я вещь мешок набитый туго несла, как раненого друга. А в нем журналы и газеты, и боевых листков в комплекты. В нем письма шли с других фронтов, из дальних сел, и хуторов, аулов, пачбищ, кишлаков, и шумных, многолюдных городов, восьмятых, маленьких конвертах. Шли воинам ответы и приветы, и в треугольниках простых там были вести от любимых, дорогих. В них были дальние дороги, и любящих сердец, тревоги, и в них была единственная связь, что накрепко с родными связывала нас. Хоть сто смертей бы встала на пути, а я должна была туда идти. Под вечер бой стихал, темнело, но ракеты, как не сгоревшие кометы, то тут, то там, свисали вдруг и освещали реку, лух, орудия били на прямой нагодке, и минометы с той высотки разрывы разметали на пути, и к переправе ни за что не подойти. И словно с минами на перегонке, бросками от воронки до воронки, я продолжала путь свой до моста, а воздух рохотал, ржевел, свистал, еще бросок вне зоны и огня. Солдаты обнимают радостно меня. И только оказавшись в дружеских руках, я, помню, чувствовала страх. Страх, что могла я не дойти и почту вовремя не донести, ведь твердо знала я тогда, что в этот час, когда беда, когда повсюду смерть кружит, все те, кто остаются жить, как с нетерпением ждут меня, когда я на закате дня бегом, ползком через широкий луг, где взрывы застилали все вокруг, стремилась поскорей к реке, неся приветы в вещмешке. Ведь больше хлеба и воды вот эти письма были им нужны. Хоть сто смертей бы встало на пути, я не имела права не дойти. И вновь сложились в вещмешок ответы, солдатских треугольников приветы, а я ждала, пока его бака не раздувались и слегка и уходила снова в темноту, чтобы завтра рано поутру отправить почту и опять заката с нетерпением ждать. Хоть сто смертей бы встало, и тогда я все равно пошла туда. Вот за Нарисский пластеррм, за своевременную бесперепойную доставку корреспонденции я была награждена медалью за боевые заслуги. Продолжим. Давай. С какими чувствами вы вот шли на войну? Слушайте... С какими возвращались? Слушайте, какими чувствами шли на войну? Ну, может быть, Наверное, вы читали, вы, наверное, читали, что поголовно мальчишки ловили их только так. Все сбегали из дома и все стремились на фронт. Вот, понимаете, потому что столько зверств, ведь мы же видели кинохронику, мы слышали радио, читали газеты. Это такие зверства, которые творились на нашей земле. Их пережить, это просто немыслимо пережить и просто сидеть и молчать. Поэтому не только взрослые рвались на фронт, но и мальчишки, девчонки тоже сами рвались на фронт. Ведь с первых дней мы пошли по госпиталям, читали стихи, ухаживали за раненых, кормили раненых. Ну, что можно делать? И с конца мы были в госпиталях, с первых же дней, как только началась война. Поэтому вот с таким чувством, конечно. А вот вспомним самые первые годы войны, в то время, когда еще Красная Армия приходилось отступать. Были ли люди, сомневающиеся в победе? Вы знаете, мне же первые годы не пришлось быть на фронте. Я же в это время в фанцлагере была. И я пошла на фронт тогда, когда уже армия наша уже перестала отступать. А уже наступательный характер носил нашей армии. Только наступательный, только вперед. поэтому вот этих моментов, когда отступали и какие были настроения, я вам выяснила. И о сложенном положении под Москвой в 41-м тоже, наверное, ничего не слышали. Ну, я слышала, читала об этом, слышала. А откуда вы узнавали все это? Хроника. Хроника. Да, кинохроника. Нам постоянно перед каждым фильмом показывали кинохронику. А расскажите о своих командирах. Что это были за люди? Вы знаете, я хотела вам рассказать один еще интересный эпизод, который я не хочу упустить. Я вам уже сказала, что несмотря на то, что такие бои были, у нас в дивизии была очень хорошая самодеятельность. Это с легкой руки нашего комиссара опять Александра Макаровича Смирнова. Я все время его вспоминаю. Он был любителем искусства. И у него был список в каждом полку, где-то он таланты нашел. И когда какой-то наступало затишье, вот в оборону мы остановились или нас отводили куда-то на другой участок. Он использовал любой перерыв, когда затишье любое, он сразу по рации, по телефону обзванивал и всех собирал в штаб-дивизии. Прикомандировали нас к штаб-дивизии клуб. Там клуб еще был, который кино возил солдатам. И мы начинали вот эту концертную деятельность. Мы выступали и на полянке леса, где-нибудь в лесу, на чердаке какого-нибудь полураздушного здания, в подвале, в блиндаже, в землянке, где угодно выступали, на артиллерийских позициях и просто в траншеях на переднем крае. И вот однажды мы добрались на передний край, и стоя там нельзя было петь. Саша, который играл, я вам потом фотографии покажу, он сидел на футляре своего баяна, а мы на кофточках сидели, кто пелит, и я пела. Если бы вы знали, как солдаты ждали наши вот эти примитивные вот эти концерты, вот совершенно менялись у них глаза, менялось у них выражение лица, вот какое-то, знаете, вение, ветерок какой-то далекого дома они настолько воспринимали, особенно они любили, когда вот эти лирические песни пела из довоенных кинофильмов, и уже в начале войны созданы прекрасные лирические песни, это они даже просили, особенно синий платочек, огонек, но речь не об этом, значит, мы пришли выступать в траншеи переднего края, а здесь метров 600-700, наверное, ничейная земля, так называемая нейтральная полоса, и там уже вражеские позиции, и видимо ветерок в ту сторону, наверное, им слышно было, это не первый раз, когда оттуда или раздавались аплодисменты, или минометный налет, или на нас они направляли, и так, и так бывало, а на этот раз раздались аплодисменты, а потом вдруг оттуда послушались выкрики «Катюша, давай!» Это они просили, чтобы им спели «Катюшу». Настолько была знаменита эта незатейливая песенка. Кстати, в 2008 году был юбилей «Катюши», и «Катюше» исполнилось ровно 70 лет. И это единственная песня, которой установлен памятник. Это на Смоленщине, на берегу реки Угра, там, как раз родился здание Исаковского, то есть автора слов этой «Катюши». Вот такой эпизод. Продолжим. Продолжим. Такая у вас прям захватывающая история. А кого считали в армии наиболее выдающимися полководцами? Ну, для нас, лично для нас, Рокоссовский это был Бог. Потому что вот, вы знаете, мы только на Брянском фронте немножечко захватили, у нас командующий другой был, а Центральным фронтом командовал Рокоссовский, потом Первым Белорусским, потом Первый Белорусский передали Жукову, а Рокоссовский ушел на Второй Белорусский, опять Рокоссовский. То есть до конца войны у нас командующий был Рокоссовский. А командаром, командующий нашей 65-й армии, был генерал армии Батов Павел Иванович. Мы его называли наш Свор. Он маленький, худенький, орденов вот так. Он такой живой, энергичный, подвижный. Он участник испанской, между прочим, компании. Представляете, он в Испании воевал. Очень любили Батова. Но мы, вот лично я, да и наши солдаты, мы видели Жукова много раз. Особенно, когда готовилась операция Багратион, это в Белоруссии, по освобождению Белоруссии. Главный удар вот этой операции, Багратион, он как раз шел на нашем участке, на участке нашей дивизии. Поэтому на реконсировку местности приезжал и Жуков, и Рокоссовский, и Батов, и целая свита генералов. Они, значит, подготавливали местность с какой стороны, как нас ждали по сухой дороге на Бабруйск, там, на Паричи. А мы гати-гатили. Знаете, что такое гати? Это по болотам рубили лес, пилили. И вот так, бревнышко к бревнышку, вот такую деревянную дороги вот такие выстраивали, километр за километром. Причем эти бревна-то круглые, они же вертятся. И решили так, но это не мы, конечно, решили, а инженеры, саперы, что забивать крепи, вот скобы, которые крепят бревно с бревном, будут во время артподготовки, чтобы заранее немцы не услышали удары, чтобы они не подумали, что именно здесь готовится наступление. Поэтому договорились с артиллеристами, и артподготовка прошла более полутора часов. Более полутора часов все виды орудий все били по противнику, а саперы лихорадочно заколачивали вот эти крепи, чтобы не вертелись эти гати. И по этим гатям даже танки, артиллерия прошла, не только пехота. И немцы, конечно, не ожидали такого удара, и мы их смели только так на этом участке. Вот. Вот. Ирина Владимировна, сейчас очень много слышно бывает то, что по телевизору еще откуда-то такие неприятные вещи, например, что Жукова на фронте не любили и называли мясником. Никогда я этого не слышала. Боже мой, да мы боготворили своих военачальников. Я никогда ни разу этого не слышала. Да, он был очень жесткий, он был очень требовательный. А иначе ничего бы и не получилось. Только такой должен быть главнокомандующий. Только такой. Я, например, так сужу. Понятно. Вот на фронте были люди разных национальностей. Как многонациональность армии складывалась на боевом духе и были ли вообще проблемы какие-то? Знаете что? Национальность такого слова мы не слышали. не упоминали и не знали. Потому что абсолютно все были для нас равны. Мы ели из одного котелка, спали под одной шинелью. И если, например, вот у кавказских народов или у народов Средней Азии или откуда-нибудь с Ямала трудное для русского произношения было имя, мы давали ему похожее, но русское имя, близкое имя, ну, русское имя. И солдат не обижались, они с улыбкой, со смехом они отзывались на это свое новое приобретенное имя, с удовольствием даже отзывались. Вообще никаких проблем с национальностей. Близко даже не было. Понятно. Вот у нас был Осетин Вану, Ваня. Вот такие вот имена. Понятно. А повлияло ли ваше участие в войне на отношение к религии? К религии? Ну, вы знаете, что в какой-то степени да, в какой-то степени вот в самые трагические моменты ну, непроизвольно обращаешься к Богу. Просто потому что видимо другого уже другой надежды просто нет. Понятно. Слышали ли вы приказ наркома обороны номер 227 не шагу назад? Ну, я слышала об этом приказе. Читать я его не читала. Но я знаю, что был такой приказ. А что запомнилось вам из-за встреч с населением вот уже городов, которые вы освобождали? Как вас встречали? Ой, да вы себе представить даже не можете, как нас встречали. Это ну, несказанная просто радость была везде. Вот мы, например, освобождали ну, Беларусь это наше. Это и наши люди, это наши родные братья. Об этом говорить нечего. Там часть мы Украины немножечко захватили. Польшу освобождали. Изумительно встречали. А вот когда мы вошли в Германию, там, конечно, с каким-то страхом. были такие случаи, что особо такие крупные фермы пустели. Хозяева убегали. Просто вот все бросали, хозяйство все и убегали. да, они боялись, видимо, их сыновья там или мужья, видимо, они сражались на фронте, на восточном. Поэтому, ну, потом они все равно возвращались. А как вот наши солдаты относились к гражданскому населению от Европы? Ну, вы знаете как, в зависимости от того, как само гражданское население относилось. Потому что какой привет, такой и ответ. Поэтому однозначно сказать нельзя. Если тебя встречали добродушно, гостеприимно, безусловно, мы так же отвечали. А если косились там и прятались и уже неприятно, ведь это же нам. Это же уже вызывает какое-то подозрение. Вот ваше отношение к врагу отличное. Каким вы воспринимали врага? Ну, тогда враг это был враг. И тем не менее, я не раз была свидетелем, как комплектовали колонны военнопленных для того, чтобы с часовыми отправлять их дальше в тыл. Но я не скажу, чтобы наши так уж изверствовали. Знаете, кого ненавидели? Мы очень часто нам попадались власовцы и ОАРО с этой повязкой РОА, русская освободительная армия. И, как ни странно, большинство вот в этих там попадались западные украинцы, служили вот в этих войсках. Расскажите поподробнее о власовцах. Как вот вообще? Ну, знаете, они попадали в трусы, попадали в плен и начинали сразу орать. Я русский, не трогайте. Ну, тут же трусы праздновать начинали. Уже куда их фонобели, куда их уже гордыня исчезала, они уже унижались, просили и так далее. Ну, вот бывали случаи, что у нас ожесточенные ребята были. У многих вся семья погибла в оккупации. Были такие же у нас служили, эти еще довоевывали, а семья уже там погибшая была. Ну, они просто расстреливали. Тут же без суда, без следствия. Конечно, потом им попадало и скрывали это, потому что это было незаконно. Ну, просто не выдерживали нервы. Нервы не выдерживали. Но они предатели, в общем-то. Да, вот эти вот предатели. А так к военнопленным довольно лояльно относились. Вот в составе вражеской армии были, в общем-то, не только же немцы, но и румынцы, итальяны, итальянцы, венгры, финны. Было ли вот какое-то разное отношение, либо один враг и... Да, они сами были разные. Очень разные были они. Между прочим, румыны очень плохо себя жестоко вели. А итальянцы, бесшабашный народ, и как-то они лояльно относились, и как-то я не скажу, что болит, так это... Они уже другие немножко были. А вот расскажите о бытовых трудностях на фронте, как вы их преодолевали. Об этом очень тоже сложно говорить, особенно... А что наиболее сложную... А сложно для женщины, начиная от того, что абсолютно нет ни обмундирования, ни обуви для нас не предусмотрено было в первые годы войны. представьте себе, что выдали брюки стеганые, а ремень я носила вот здесь, потому что я проваливалась в них, как в комбинезон. Размер обуви у меня был 35-36, а сапоги у меня были 41. Как? Там наматывала я этих портянок, но все равно идешь, как этот кот в сапогах, шлеп-шлеп, топ-топ. Вот. Теперь шапку дадут, она на глаза падает, вот так подниму, она снова падает на глаза. Ушинели, рукава вот так вот приходилось заворачивать, но я маленькая была. Вот эти трудности. Ну, трудности, конечно, когда мы выдвигались вот на Курскую дугу зима 43-го года, там, там такие снега, вот, вот наша зима нынешняя, вот, похожая, там выше метра сугробы, ужас, и никакие, конечно, тылы, ни машины, ни подводы, все отстало, ни подвоза продовольствия, ни подвоза боеприпасов, и эти госпиталя не развернуты, что-то ужасное было, конечно, все испытывали. И еще в Белоруссии, когда мы вошли в болото, то же самое, машины не могли пройти по болотам, но хорошо, это где мы наступление, выстроили гати, а остальные, это болото, там же болото и болото, вот там, конечно, у нас трудности были с питанием, с боеприпасами трудности, подвоза не было. А так, ну, быт есть быт, что на улице месяцами. Смитый наркомовский 100 грамм, что это было для вас? Ага, для меня это была комедия очередная, это еще опять эпизод новый, потому что я без эпизодов не жила там. Это зимой 43-го я стала покашливать, вот эта вот снега, эта такая. А старшина у нас, дядя Коля Шрамков, он мне, ребята ведь вокруг меня, кому я свою норму отдам, кому я махушку отдам, я же не курила, не пила, и кому-то я отдавала, тому-тому отдам. Они бьются, кому все это достанется. А этот дядя Коля мне говорит, и дочка на их надевись, потому что они хотят цистерну сгонуть. Ты пей сама, потому что ты простынешь. Я говорю, дядя Коля не мог, как не могу. Я тебе сразу научу. Вот так, нажми нос, и сразу пей, а я тебе воды дам. Да нет, я не буду него, а я тебе приказываю. Да не буду я, ось я тебе зараз. Хватил меня вот так вот за гимнастерку, за руки, притянул к себе, и кружку мне в зубы. Я хлебнула, задохнулась, закашлялась, он мне воды дал. Вздохнуть не могу. Первый раз я водку эту глотнула, боже мой. Теперь на другой день там привезли раздавать водку. Я прячусь от этого, от старшины. А ребята меня ищут и тащат к нему. Для них это спектакль. Они хохочут, им интересно смотреть, как старшина сананструктора учит водку пить. Вот. Вот такие эпизоды с водкой. А вы писали письма домой? Конечно. И что вы родным в основном сообщали о себе? И что родные вам отвечали? Ну, мы знали все, что цензура, что нельзя указывать ни часть, ни номер части, нельзя указывать не точное расположение, где сейчас находится эта часть. Ну, в общем, о друзьях писали. Ну, эпизоды какие-нибудь. А долго вообще шло письмо? Долго. Долго шли письма, но доходили. И ко мне доходили от мамы письма, и мои к маме доходили письма. Я, конечно, очень большую глупость сделала, что когда мы получили новую квартиру и переезжали, у нас в сарае был чемодан с этими, мама сохранила мои фронтовые письма, я ей взяла и уничтожила. Все там целые, пачка огромная была. Конечно, глупость сделала. А были ли вы ранены? Да, у меня два ранения и контузия. Записано в красноармейской книжке. Я инвалид Отечественной войны. Кто вам оказывал медицинскую помощь? В госпитале? Я в госпитале не была, я в своей медсанроте была. То есть, вас там и лечили, да? Ну, как лечили, представьте себе, что вот когда я почту развозила, меня еще посылали с донесениями. Я хорошая наездница. У меня отец во время гражданской войны служил в первой конной. И после войны у него были верховые лошади. Он увлекался. Как сейчас вот автомашинами увлекаются, он лошадьми увлекался. И лет с трех-четырех он меня уже сажал в седло и вперед. Поэтому я была хорошей наездницей. И мне давали лошадь, посылали меня куда-то с донесениями. И вот я очередной раз верхом на лошади попала под арт-обстрел. Снаряд разорвался прямо перед самой лошадью. И мы летели. Она меня подняла под себя. Вот тогда я получила тяжелую травму, контузию. Долго не слышала, не говорила. Но это было на плацдарме. И как раз шли бои. И вывести меня с плацдарма, с сотрясением мозга, нельзя было меня трогать. И я отлеживала своей медсанроте. Ну, 16 лет. И не отлежалась, как следует. А вот вообще вся эта система здравоохранения на фронте, вот из лечения, спасения раненых, она была на достаточном уровне? Вот, как, например, я, санинструктор, в мои обязанности входило оказать первую помощь, остановить кровь, наложить повязку на раненые. Это если легкое ранение. И показать направление, куда должен двигаться раненый солдат. Ему объяснить и показать направление. А вот если тяжелые раненые, вот это беда, конечно. Тогда у меня с собой всегда была свернута плащ-палатка. Вы знаете, что такое плащ-палатка? Ну вот, я расстилала эту плащ-палатку. Если раненый в сознании, то он сам помогал там, нарезал на эту плащ-палатку. Я угол укручивала вот так вокруг запястья, потому что в руках не удержишь. И волоком по пересеченной местности, как говорят, тащила. А вот беда, если без сознания, вот тогда было тяжело вытаскивать. А я вам сейчас расскажу. С рассветом разгорелся бой. Жестокий, яростный и злой за владение высоткой. Казалось, будет он коротким, но холм, что справа, серый хмур, плюет свинцом из амбразур. Огнем прижал к земле солдат, а я опять ползу назад. В края, вцепившись мертвой хваткой, тащу бойца на плащ-палатке. С высот прямой наводкой бьют, снаряды рвутся там и тут, сжимает голову в тиски, а воздух рвется на куски. Ты потерпи, дружок, постой, вон там кустарник есть густой. Мы отдохнем и снова в путь, еще немножечко, чуть-чуть, лесок уж близок, ну, вперед. Ах, как он гад, прицельно бьет, полны песком глаза и рот, и все-таки вперед, вперед. Я знаю хорошо маршрут. послушай, как тебя зовут? Эй, эй, солдат, ты не молчи, а коль нет мочи, то кричи, ну, хочешь, покричим вдвоем. Мы скоро, скоро доползем, я знаю, больно, дорогой, но хоть на миг глаза открой. Эй, эй, солдат, ну, что же ты, не дышит, тонкие черты застыли, в пальцах горь земли, прости, родной, не доползи. Это эпизод сорок и сорок третий год. Продолжим. Продолжим. Очень сложно так вот переходить, если честно. Очень хорошее стихотворение, очень честное и искренне, и прям за душу берет, честное слово. Продолжим. Продолжим. А как после войны относились к тем солдатам, кто побывал в плену? Были ли среди вас такие знакомые? Да, это был, конечно, перекос в политике, перехлёст. Это надо признать, потому что не все сами сдавались в плен, потому что обстоятельства пленения были совершенно разные. В частности, даже вот нас угоняли в концлагерь, и то же самое там отношение было не очень. Даже приходилось одно время, я вообще и в банкетах не указывала, что я в концлагере была. Я, да, я скрывала. Я сейчас вот говорю, что я скрывала. И к солдатам, особенно к военнослужащим, которые попадали в плен, вот, которые в концлагерях были, ну, были случаи, когда снова их в лагерь отправляли на работу. Было. Это все было. То есть подозревали то, что они предоклили, да? Да, они подозревали, что они добровольно сдались в плен. Вот такое подозрение было. А что вы знали о союзниках СССР, и насколько ощущалась их помощь на фронте? Ну, мы видели вирусы. Валентинки. Валентины, да? Студобекеры были. Мы знали, что есть потом это американская тушенка, которую мы с удовольствием едим. Вкусная? Вкусная. Вот. Мы знали об этой помощи. Но четвертый фронт, надо сказать, американцы открыли тогда, когда мы уже подошли к Берлину. И чтобы не дать нам полностью захватить Германию, полностью захватить Берлин, они просто уже, знаете, маршем прошли. Собственно говоря, там немцы уже не сопротивлялись против них, потому что они все повернули сюда, на восток, против наших войск. Поэтому им просто прогулка была. Так что сейчас они зря гавкаются. Извините меня за выражение. Да, все правильно. Напрасно они так-то похвалятся. Где и как устрелится День Победы? На Балтике Германия город Росток. Там было большое скопление войск, эсэсовских войск. А в это время шла операция Берлин. И вот эти все войска, которые там на Балтике скопились, они рвались именно туда, к Берлину. И перед нами, перед нашими войсками была поставлена задача не пустить их в Берлину. Жестокие очень бои были, особенно там еще остров Рюген. Вот на этом острове эсэсовцы были. Но мы не пустили к Берлину, поэтому мы до Берлина не повернули. Так мы на Балтике остались и встретили победу именно в этом Росток. Расскажите ваши ощущения тогда. Как вы узнали об этом? Ночью с 8 на 9 мы там спали, дремали или как вдруг выстрелы. Конечно, все в ружье, как говорится, поднялись все. Оказалось, что это победа. У кого какое было оружие и сколько было в запасе патрон, все летело в небо. Это поднялась такая неистовая стрельба, крик, объятие. Ну, радость, конечно, несказанная победа. Вот так мы встретили победу в Ростоке. Ирина Владимировна, давайте сейчас вспомним кинематограф. Вот фильмы советского периода. Какие самые для вас запоминающиеся и самые лучшие с вашей точки зрения? Вы имеете в виду о войне? Да, фильм о войне. Ну, очень много этих фильмов. Ну, какой лучше всех передает атмосферу тех лет с вашей точки зрения? Ну, именно вот этот «Освобождение». Там, где Ульянов Жуков играет, там, где санинструктор Зои, по-моему, это играет, актриса забыла ее фамилию, вот этот фильм, конечно, там много реалистичного и драматичного, много, и много реалистичного. А современные фильмы о войне, вот именно уже российского производства? Ну, современные, вы знаете, там, конечно, надуманного много и много несовпадений. Даже нам, например, вот фронтовикам, мы такие мелочи замечаем, как прическа, такие мелочи замечаем, как обмундирование. Вот все, все это, знаете, вот в фильме должно настолько, вот режиссеры, костюмеры, гримеры, должны все это настолько, чтобы именно реальная обстановка. Но они же не знают, откуда их знают. Да, вот поэтому надо, конечно, хороших экспертов брать, советников. А произведение какого писателя вам больше всего нравится? Симонова люблю. Да. А какой вот фильм вы бы посоветовали посмотреть современной молодежи о войне? Ну, «Освобождение» пусть посмотрят. «Освобождение». Да. Ну и в конце, что вам вот вообще хотелось бы, может быть, какое-то наставление дать молодому поколению нынешнему, либо просто что-то добавить ко всему этому сказанному? Вы знаете, мне приходится встречаться с молодежью, вот приглашают в школы, техникум и приглашают я убеждаюсь, что молодежь очень мало знает о войне и очень поверхностно знает о войне. И я сейчас возмущаюсь нашим телевидением, кинематографам, что мало освещают именно эти героические события. И потом, вот хорошо, что вы взялись вот за это дело, вот сейчас вот эти клипы, это очень большое дело. Ведь катастрофически уходят ветераны. Вы же были у меня на работе, вы знаете, что я работаю с ветеранами, я работаю ветеранской организацией. Вот по данным сейчас каждые полчаса в стране умирает ветеран. Каждые полчаса. Я не говорю, что это вот у нас в Петербурге, а по стране в общем уходят вот просто катастрофически. Вот у меня вот записная книжечка, где у меня номера, телефоны, адреса нужные, и там, и там листают умер, умерла, умер, умерла. Это вот только за те пять лет, что я работаю в этой организации. Поэтому надо более широко освещать эту тему, потому что сейчас молодежь немножко, знаете, отстраненная, избалованная хорошей жизнью, так сказать, и отстраненная от всех этих проблем и бед. И не дай Бог, не приведи Господь снова, чтобы в наш дом, в нашу страну пришло слово война, а вслед за этим словом и все страшные события, которые сопутствуют войне. вот что я хотела пожелать. Спасибо вам огромное. Спасибо. Вот здесь мне 15 лет. Это Орловско-Курская дуга. Может вот сюда поприжим, где светло? Нормально. Нормально? А то блеск будет, да? Видно? Да. Это 43-й год, лето 43-го года, санинструктор 2-го батальона 109-го гвардейского полка 37-й гвардейской пятиорденоносной дивизии. Ирина, ваш покорный слуга, вот это вот самый знаменитый Наревский плацдарм. В Польше. Здесь я с подружкой, Лида. Это вот тоже с Лидой. Но это уже весна 45-го года, это под Штетином на Одере. Тоже весна 45-го года. Это какой-то корреспондент приезжал, для журнала фотографировал, но я понятия не имею, какой, но он оказался честным человеком, я ему дала номер полевой почты, и он фотографию прислал. Это, конечно, уже переснято. И на книжке у вас это. Да, и на книжке. вот книга моя вышла стихов и рассказов. Вот с этой фотографией. А все снимается? Все. А вот это вот перед началом операции Багратион в Белоруссии. Это лето 44-го года. Здесь меня найдете? Вот. Да? Бравый солдат Шрейг. А вот мой всегда защитник дядя Коля Шрамко. А это мой постоянный аккомпаниатор. Когда я пела, он на баяне играл. Вот вы видите фотографию. Вот. Сидят и слушают бойцы, товарищи мои. Тут, конечно, очень мелко, но тем не менее видно. Вот он, Саша, сидит, играет. Он всегда садился на футляр своего баяна. А вот я стою, пою. А видите, это здесь они сидят на земле, а здесь не на стульчиках, здесь поваленное дерево, и они на этом поваленном дереве сидят. Вот такие фотографии. Их мало, тогда фотоаппаратов не было. А вот это я ездила на юбилей своей дивизии. Моя дивизия сейчас в Беларуси, в Полоцке, она жива, дивизия. А туда с ансамблем приехал мой внук. Он играет на скрипке и поет. Это ансамбль Саланг. Это афганцы. Он афганец. Ну вот мы там с внуком встретились. мой внук Павел. А вот это я выступала в Гомеле на научно-практической конференции. А это позапрошлый год я возглавляла делегацию от Санкт-Петербурга на 65-летие Курской битвы. И вот от Санкт-Петербурга, видите, я привезла герб Санкт-Петербурга, вручала губернатору Курской области. Вот он. А это вот прошлым летом это Московская и наша Петербургская две делегации в Минске на 65-летие освобождения Белоруссии и операции Багартион. Вот это Московская и наша Петербургская делегации. Понятно. Спасибо. Вот так. Вот такие фотографии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова